Спрашивайте только об оценках ее поведения ребенка. Никогда не спрашивайте, почему он пришел домой грустный и ни в коем случае не говорите с ним о его чувствах. Никогда не хвалите ребенка за хорошие поступки, а то он еще зазнается. Если уж решили хвалить, то только за оценки или за помощь по дому. Ни в коем случае не за его добрый нрав, хороший поступок или хорошее поведение. Игнорируйте его желания и потребности. Делайте все, чтобы он подстраивался под ваше мнение. И почаще называйте его эгоистом. Никогда не следуйте его желаниям и потребностям и делайте все точностью наоборот. Кормите его, когда он не хочет. Заставляйте его убираться в его же комнате и нарушайте его же личные границы. И не забывайте напоминать о том, что он глухо слеп к вашим желаниям и к вашим потребностям. Почаще следуйте этим советам, потому что ребенок может недополучить те самые повреждения психики, которые нужны для полноценного расстройства личности. Если вы решили пойти с ребенком к психологу, то придерживайтесь той позиции, что с ребенком что-то не так. Пускай психолог его переделает. Ну, бракованный какой-то получился. Пускай психолог его подогналю.